Валерий Седов На берегу Барковского карьера силами мерились настоящие богатыри. Более 50 соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Это пока предварительные итоги работы рязанской делегации на 26-м Петербургском международном экономическом форуме. Как написал в своей страничке в Телеграм Павел Молков, цитата, «Достигнутые договоренности позволят реализовать инвестпроекты по созданию новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий». Ряд проектов касается цифровой сферы и туризма. К слову, год назад соглашений было меньше – 32, но потенциальная сумма инвестиций больше – 176 миллиардов рублей. Региональное управление МЧС предупредило рязанцев о высокой пожарной опасности. В большинстве районов области четвертый класс пожарной опасности сохранится с 20 по 22 июня. Жители региона попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах около лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем. Напомним, четвертый класс опасности – предпоследний из пяти и характеризуется как высокий. Всего особый противопожарный режим установлен в 57 субъектах Российской Федерации, а вот режим ЧС – в пяти, и Рязань в них не входит. Это территории Свердловской, Томской, Магаданской областей, Красноярского края, в первом Олегминском муниципальном районе Республики Саха – Якутия. А вот прогнозы синоптиков скорее печальные. Завтра, 20 июня, на территории области ожидается гроза. Столбик термометра поднимется до плюс 24. Поставил на поток. Рязанские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении и обороте поддельных документов. Подробности – далее в сюжете. Все водительские удостоверения на этом столе с признаками фальшивки, говорят полицейские. Как утверждает мужчина, которых изготовил, тут их не больше 30, делал, говорит сам. Полицейские узнали, что мужчина в интернете нашел инструкцию, как изготовить фальшивые водительские права на одной из стран ближнего зарубежья. И после покупки необходимого компьютерного оборудования, говорят полицейские, стал печатать их по просьбе соотечественников. Просьбы эти вознаграждались. Притом цены варьировались от 4 до 6 тысяч рублей. А вот эти клиенты, они откуда-то ваши знакомые? Кому права делали? Да, тут получается несколько из них человек в Рязани работает. Вот кто-то кому-то сказал и обращались. Сам подозреваемый, кстати, утверждает, что в такси работают не все эти 30 человек, а только на 20-25 из них. При этом сам он, по его же словам, свое водительское удостоверение получил честным путем. Криминальный товар пользовался популярностью среди иностранных граждан, которые желали получить работу водителя такси. Они пользовались тем, что сотрудники одного из агрегаторов для трудоустройства требовали только фотографии удостоверения. Поэтому в качестве меры безопасности задержанный присылал заказчикам только снимок готового документа, а сами фальшивки хранил у себя. В ходе обыска в жилище подозреваемого, кроме водительских удостоверений с признаками подделки, полицейские также изъяли бланки документов и оборудование для цветной печати. Дознаватели отдела МВД России по московскому району города Рязани возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». При этом установлено, что фигурант находится в России с нарушением требований миграционного законодательства. В связи с этим он направлен в Центр временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Рязанской области. В настоящий момент сотрудники полиции принимают меры для розыска и привлечения к ответственности всех, кто воспользовался криминальными услугами задержанного. По подозрению в сбытии наркотиков задержан гражданин иностранного государства. Полицейские рассказали, что мужчина перевозил больше 150 грамм героина в Рязань, чтобы потом разложить по закладкам. На задержание не больше 10 секунд. Работают совместно бойцы Грома и оперативники МВД. Подозреваемый в распространении наркотиков на асфальте. При себе у него небольшой сверток с запрещенным веществом. В машине есть наркотики. Кто их туда положил? Я. Где они лежат? В заднем сидении. Просто так найти упаковку в машине нелегко. Лежала она в тайнике под сиденьем. Вот полимерный сверток. Сиденье под обшивкой. На товаре лента с надписью «Осторожно хрупкая». Хотя, скорее, следовало написать не «хрупкая», а «рассыпчатая». Внутри полицейские обнаружили еще сотню мешочков. Предположительно, с героином. Эксперты догадку подтвердили. По предварительной информации, мужчина постоянно проживал в Туле и являлся межрегиональным наркокурьером. В обязанности злоумышленника входило получение оптовых партий героина, транспортировка и распространение его через тайники-закладки. С этой целью иностранец неоднократно посещал города Коломну, Рязань и Скопин. В дальнейшем полицейские на улицах Ольховой и Олейной Рязани в присутствии задержанного обнаружили две закладки, которые он сделал в свой предыдущий приезд. В общей сложности в результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято 166 граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчина заключен под стражу. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». По статистике госавтоинспекции количество дорожно-транспортных происшествий с подростками летом увеличивается. Объясняется это тем, что у ребят каникулы и большую часть дня они предоставлены сами себе. Могут легко сесть на тот же самокат и выехать на проезжую часть. Чтобы такого не происходило, сотрудники госавтоинспекции проводят в летних школьных лагерях профилактические мероприятия под названием «Безопасное лето». Кататься на багажнике у друга. Запрещаться. Вести велосипед за руль по пешеходному переходу. Запрещаться. Основы правил дорожного движения здесь подают в виде викторины вопрос-ответ. Что запрещено, а что разрешено. Напоминают о таких правилах детям из школьного лагеря. Задача – знания эти не просто освежить, а закрепить. Основной акцент, конечно же, делается в летний период на управление средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. В условиях города дети должны знать хорошо правила дорожного движения и для велосипедистов, и для водителей СИМ, и для других транспортных средств. По статистике ГИБДД, летом ДТП с детьми больше. Объясняют это тем, что свободного времени у ребят больше, да и представлены они сами себе. Могут в любой момент сесть на велосипед или самокат и отправиться покорять местные дороги. Или наоборот, забудут правила дорожного движения, пока будут отдыхать за городом. За городом дети находятся в относительной безопасности, потому что там нет дорожной среды. Но очень часто возникает проблема, что дети отвыкают от дорожной среды, привыкнув в том, что они находятся в закрытом, скажем так, пространстве загородного лагеря. И именно желательно к концу смены мы еще раз напоминаем о требованиях дорожной безопасности, чтобы вернувшись в город, дети могли правильно ориентироваться и не забывать, что у правил дорожного движения каникул не бывает. Основных правил не так много, говорят сотрудники госавтоинспекции. Например, велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. Зато по тротуарам и велодорожкам кататься можно, как и на самокате. Кстати, по новой редакции правил дорожного движения ездить вдвоем на одном самокате запрещено. И в обоих случаях нужно спешиться со своего транспорта для движения по пешеходному переходу. Снова в Рязани край рыба Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер» радуют жителей нашего города уже не первый год. И как только мобильная ярмарка приезжает, возле прилавка выстраивается очередь. Вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья, витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же употреблять рыбу и икру можно хоть каждый день. Диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае – не противопоказание, ведь жиры в красной морской рыбе полезные. И показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты – рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа «Икрай и рыба Камчатская» удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Все, понемножку. Приезжаю редко, я очень далеко живу. Поэтому приезжаю, понемножку возьму того-сего после пенсии. Тут выбор хороший. И свежие все. Да все знают и все приходят. Все хорошие, свежие. Жарких дней все больше. Врачи, как один, рекомендуют перейти на более легкое питание – фрукты, овощи, рыба. И, конечно, морская рыба в приоритете. Кладезь минералов, витаминов и питательных веществ – летом рыба просто незаменима. Здесь, на ярмарке «Икра и рыба Камчатская» можно выбрать морепродукты на любой вкус. Ассортимент более 35 видов рыбы удовлетворит самый взыскательный вкус. Нерка, тунец, кижуч, палтус и белуга. И, конечно, изюминка мобильной ярмарки – чивыча, которую вообще сложно найти в продаже. И белорыбеца, которая тает во рту. А также красная икра премиум класса. Зернышко к зернышку. Каждый привоз первый день. Беру. Икру беру. Только икру беру. По крайней мере, видим, что берем. В баночках возьмешь, не знаешь, что там. А здесь все видно. И любим, и нужно. Горячего и холодного копчения с ароматами, которые поражают воображение. Слабо соленое. Каждый, кто попробовал хоть раз, отмечает идеальное соотношение соли и специй к рыбе. Кстати, если сомневаетесь, попробовать можно прямо у прилавка. Продавцы любезно предоставляют любой продукт к дегустации. До 24 июня включительно возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Лучшие морепродукты, которые можно приобрести в Рязани. Попробуйте и станете еще одним постоянным покупателем. В выходные состоялся ежегодный фестиваль силовых видов спорта и контактных единоборств «РЗН-фест», который организован Федерацией силового экстрима Рязанской области. Под открытым небом на берегу Барковского карьера соревновались настоящие богатыри современности. И это стало, пожалуй, главным спортивным праздником лета. Турниры, мировые знаменитости, народные забавы. Смотрите, как все это было. Мечта осталась скинуть на автомобиль вот этот камень весом 180 килограммов вот сегодня здесь. И я когда озвучил эту историю Антону Валерьевичу, Антон Валерьевич, так я это могу сделать. Давай сделаем. Я говорю, давай сделаем. Ну, я говорю, как это будем рисовать, я не знаю, с чем это привязывать. Он говорит, я знаю, что мы будем делать. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, старт и пошел. Старт второму дню фестиваля дал известный спортсмен Михаил Кокляев вот таким символическим действием. В страхе спортсменов буквально раздавил бетонный шар. Фестиваль, который уже стал культовым и известным на всю страну, собрал на Рязанской земле спортсменов из разных городов и был наполнен сюрпризами и интересными задумками, которые, как всегда, с блеском удалось воплотить организаторам. Зрители увидели состязание сильнейших в силовом экстриме, борьбе и пауэрлифтинге. 825 килограмм – это моя лучшая сумма за все выступления, за мои 15 лет выступления в пауэрлифтинге. В 48 лет я собрал самую большую сумму, которую собирал в своей жизни. Стал вторым в абсолютке, боролся с профессионалами. Сегодня я очень этому доволен и рад. Турнир просто отличный. Организация на высшем уровне. Ну, вообще, я первый раз выступаю, в принципе, на свежем воздухе. Я сегодня стал первым в категории до 100 и третий в абсолютке. А на будущее хотелось бы выполнить мастера спорта международного класса, потому что мастера спорта я выполнил, в принципе, 2 лет назад. Вот цель. Больше присесть, больше потянуть и выполнить мастера спорта международного класса. РЗН-фест каждый раз – настоящий праздник спорта и здорового образа жизни. Раз в год фестиваль собирают в одном месте – любителей и профессионалов силового экстрима, пауэрлифтинга и единоборств. И все это в формате увлекательного шоу. По традиции фестиваль прошел в живописном уголке города, неподалеку от Барковского карьера. И в этом году организаторы превзошли самих себя. И гостям и участникам понравилось буквально все. Мы были здесь у Антона Калинина 2 года назад. Турнир растет, организатор растет. Количественно и качественно. И количество участников, и качество проведения соревнований очень крутое. Учитывая сложности выступления на свежем воздухе, все сделано максимально комфортно для спортсмена. Насколько это возможно в условиях открытого поля. Среди гостей и участников соревнований – рекордсмены страны и чемпионы. Увидеть своими глазами подобное шоу в буквальном смысле – уникальная возможность. Конечно, энтузиазм организаторов и создателей фестиваля задает общий вектор развития этого события. Праздник получился грандиозным. Однако без спонсоров реализовать подобные масштабы было бы сложно. Главными спонсорами фестиваля в этом году стали компания «Мандарин» и ГСМ «Русский медведь». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 июня. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова